Программы Вы знаете, что программы бывают разные. Бывают нужные и полезные, а бывают совсем наоборот. Есть, например, такие, которые мешают работе компьютера, стирают файлы, крадут личные данные и даже вымогают деньги. Они полезны только для своего хозяина, а вот всем остальным жертвам они приносят вред. Поэтому мы называем их вредоносными. Кто-то создает зловредные программы просто ради забавы, а кто-то ради выгоды. Самое главное — добыча злоумышленников. Это, конечно, деньги. Украсть их можно по-разному. Один из способов — шантаж. Программа блокирует компьютер и требует у вас деньги за доступ к устройству. Еще она может подсмотреть номер карточки, когда вы вводите ее на сайте интернет-магазина. С помощью таких же программ мошенники охотятся за аккаунтами, например, страничками в соцсетях. Программа ворует логин и пароль пользователя и потом рассылает спам от его имени. Современные системы безопасности способны довольно быстро разоблачить фальшивые странички, созданные только для рассылки спама и вирусов. Заподозрить в этом аккаунты живых людей сложнее. Вот почему для мошенников мы с вами лакомый кусочек. Еще злодеи могут завербовать ваш компьютер или телефон в свою армию послушных зомби, программ ботов. Да так, что вы даже ничего не заметите. Маленький бот тайком подселяется на компьютер и тихо ждет приказа. И пока вы мирно общаетесь с друзьями или смотрите картинки с котятами, ваш компьютер по указке мошенников начинает делать разные пакости. Скажем, без конца кликать рекламное объявление, чтобы выкачать деньги из заказчиков рекламы. Или упорно заходить на один и тот же сайт, чтобы он не выдержал нагрузки и перестал работать. Думаете, вас все это не касается? Я тоже так думал. Мол, я не миллионер, и компьютер у меня простенький, и вообще, кому я нужен? Но не стоит обольщаться. Интернет-мошенники действуют по принципу «с миру по нитке». У одного украл 100 рублей, с этой странички ВКонтакте отправил пару рассылок, в итоге выгода. Так что жертвой вредоносной программы может стать каждый. И в следующем ролике мы поговорим о том, как распознать эту заразу.